Привет! Сегодня мы пошли на прогулку в лес и зашли в гости к рыжим муравьям. Их зовут формика руфа и они питаются насекомыми. В день силами одного такого муравейника уничтожается до 20 тысяч насекомых. В основном это вредоносные насекомые, питающиеся древесиной. Один крупный муравейник может охранять территорию до одного гектара леса. Именно поэтому этих муравьев называют санитарами леса, а это муравейник, в котором они живут. Давайте поставим рядышком взрослого мужчину. Посмотрите, высота муравейника на уровне его груди, приблизительно 140 сантиметров высотой. В гости мы пришли не с пустыми руками и хотим посмотреть, как эти санитары леса относятся к домашней еде из холодильника. Первым на очереди идет сыр. На лицо явно бурная стревожная реакция. Такой еды эти лесные муравьи никогда не видели. Сыр обреплен и пристально изучается. Вторым блюдом пошла сгущенка. Это один из самых ярких продуктов. Муравьи выстроились в несколько рядов. Скорее всего, сахар вызвал такую бурную реакцию. Муравьям, в отличие от людей, очень повезло. Им можно сладкое в неограниченных количествах. В их мире не существует ожирения. В третьем нашем списке идет цикорий. Корень этого растения измельчают, высушивают и обжаривают. В дальнейшем этот порошок используется как заменитель кофе. И он пришелся не всем муравьям по вкусу. Ребята подходят, пробуют и отправляются дальше по делам. Далее по списку идет продукт номер 4. Это ливерная колбаса. Ее делают из предварительно отваренного или ошпаренного мяса из субпродуктов. И муравьям, судя по многочисленной реакции, продукт пришелся по вкусу. Несмотря на то, что сахара в колбасе нет, облепили ее как сгущенку. Переходим к следующему продукту. Под номером 5 у нас идет пряник с начинкой. Продукт сахарный и во всех смыслах производят фурор на муравьев. Но как видно, не все устремились к начинке. Часть муравьев предпочла тесто пряника. Либо им просто уже не хватило места и возможности пробиться к начинке просто нет. Пункт номер 6. Шоколадная конфета с желейной начинкой. Но тут даже и сказать нечего. Конфетку не видно вообще. Одним словом, сахар. И муравьиный народ в три слоя покрывает поверхности. В обычной жизни муравьи разводят тлю, которая дает им сладкий сок. Но такого количества сахара, как в этой конфетке, муравьи не добьются ни от одной тли. Седьмым пунктом идет грецкий орех. И это самый неинтересный продукт для муравьев. Реакция на него не была практически никакой. Да, муравьи его заметили, обратили внимание, изучили. Но похоже, они не посчитали его съедобным. Просто ходят мимо. Последний, восьмой продукт в нашем списке. Овсяное печенье. Продукт, опять же, сладкий. И поэтому признан муравьями, как еда. В меньшей степени, чем пряник и конфета, но все же печенье облеплено муравьями. На этом месте мы решили двигаться дальше. Оставили муравьев разбираться с едой и заниматься повседневными делами. А сами закончили прогулку по лесу и отправились домой. Еще раз к этому муравейнику мы вернемся через два дня, чтобы посмотреть, что останется от еды. Итак, ливерная колбаса хоть и уменьшилась в объеме, но все еще не доедена. Мы думали, что семья из миллиона особей за два дня съест все. Останется только то, что совсем не пришлось по вкусу. Но нет. От сыра осталась половинка. За два дня на воздухе сыр подсох. И, возможно, муравьям стало тяжелее его разгрызать. Но интерес не потерян. И они старательно продолжают кроить его на кусочки и крошки. От сгущенки совершенно ничего не осталось. Но часть муравьев все еще пытаются что-то высосать из глубины мха, на котором была сгущенка. Циколь у меня осталось. Скорее всего, он высох. Что-то не очень верится в то, что муравьи сами его слезали. Бумагу мы за собой уберем, чтобы не портить муравейник и лес в целом. А вот шоколадная конфетка с начинкой. Спустя два дня она по-прежнему облеплена так сильно, что ее не видно. Но муравьям все равно не хватило времени, чтобы съесть ее полностью. Печальная картинка. Грецкий орех никому не нужен. Ни капельки не тронутый. Но мы не будем его убирать. Пусть полежит. Мало ли вдруг, когда сладкое закончится, муравьи соблазняются. Пряник с начинкой практически не изменился в объеме. Тесто не так сильно облеплено. А вот к начинке не пробраться. Но все-таки как-то слабо. С учетом, как продукты были покрыты муравьями два дня назад, мы ожидали, что от них не останется даже крошек. И последнее на сегодня овсяная печенька. Она заметно уменьшилась в объеме и продолжает поглощаться муравьями. Но до крошек еще далеко. Возможно, эта большая семья в большей степени состоит из трудолюбивых муравьев, которые большую часть времени проводят в лесу, очищая его от вредителей. А на наши сладости налетели лентяи, которые дальше порога нос не высовывают. Поэтому почти все осталось на месте. Мы удаляемся и вернемся через пару недель. Возможно, тогда от нашей еды ничего не останется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...